Майвезер Майвезер не в особых ладах с законом. Когда дело доходит до женщин, которым, к слову, приходилось выставлять претензии о физическом насилии и оскорблениях. В 2011 году Майвезер получил 90-дневный тюремный срок за домашнее насилие. В связи с инцидентом с Джози Харрис, у которой есть три ребенка от боксера. Флойд провел два месяца в исправительном учреждении округа Кларк в Лас-Вегасе. Друзья, Джону Каванне, о котором чуть позже пойдет речь, удалось посмотреть видео, в которых Флойд оскорблял бойцов в своем спортзале Лас-Вегаса. Вернемся в 2014 год, когда сыновья бывшего чемпиона в тяжелом весе Хэзи и Марахмана предъявили иск Майвезеру. За то, что последний превышал свои полномочия как тренер. Одно из возмущений гласило, что Флойд силой заставлял братьев спринговаться на протяжении 31 минуты без перерывов. У тренера Конора Макгрегора Джона Каванны во время его семинарного тура удалось выудить пару интересных фактов о Флойде, а также узнать личное отношение тренера к легендарному боксеру. Я правда считаю Майвезера козлиной, сказал Каванна. Он избивал своих девушек. Я наблюдал, как он ведет себя в своем зале и понял, что этот человек по характеру в стиле... Тех задир хулиганов, достававших всех в школе. Он заставляет своих учеников драться друг с другом бесконечное количество раундов до потери пульса или пока кого-нибудь жестко не побьют. Он просто нехороший человек. Это его сущность. Как боксер, очевидно, он очень-очень здравый, и его отец был великим атлетом. Открою вам тайну. Его батя говорит, что собирается выбить из меня все дерьмо по каким-то непонятным причинам. Я поклонник всех его заслуг и навыка, но как человек, который заведует залом и то, как он преподносит себя по жизни... Полагаю, здесь мы с ним немного расходимся. Конор в большей степени уже ирландская легенда, поэтому что я могу сделать против его желания встретиться в ринге с лучшим боксером современности? Правильно, только помочь ему в этом. Сейчас это просто спорт, и как я уже говорил, мы выросли в такой среде, которая диктовала нам. Ты не можешь то, ты не можешь все, и то, что возникло перед Конором, просто еще одно ты не сможешь. В любом случае, в данный момент у Конора, поверьте, есть кое-что за душой в плане бабла. Так что не думай, что его можно назвать неудачником. Тем более мы и станем свидетелями того, как этот парень схлестнется с лучшим боксером. Так что посмотрим. Друзья, а как вы оцениваете такое поведение Флойда? Как относительно девушек, так и по отношению к людям, тренирующихся у него в зале? Есть ли какой-то предел надзирательскому поведению наставника во время тренировки или такого рода обращение с учениками неотъемлемая часть тренировочного процесса? Жду вашей оценки и примеров личного опыта в комментариях. С вами, как всегда, был Панин Вит. Подписывайтесь на канал Артема Тарасова и ставьте лайки. Всем спасибо, еще увидимся. Airline Sport Nutrition. Самое вкусное спортивное питание на российском рынке. Братва, обязательно приходите на тренировки Fight Pro. Тренируйтесь с лучшими, чтобы быть лучшими.